Это посажение у Светлогорску суместное – районного совета депутатов и райвы Конкама. На парадку дня – пытание занятости местного насильства. Узровень беспрацовья у района невысокий, але это не значит, что все махчимости вычерпаны. Зараз у сельских советах Светлогорского района проводятся сходы грамадзян, подчас яких людям рассказывают об иснуючих махчимостях организации самозанятости. Есть сегодня вакансии и на предприемствах. Подчас посажения приводится приклад дома-будовничного комбината, где не хапая больше, чем 70 специалистов. Люди пресса уладковываются, але шмат, кто працует, не протяглый час. Основная причина – низкая вытворшая дисциплина. Эта тема у Светлогорску у Воголю вздымалась не однойче. Звернулся до ее и старшиня Республиканского комитета державного контроля Леонид Анфиму. Чакать высоких экономичных показчиков без наведения парадку нельга. Тычится это у всех Галин, але на этот раз особливая увага агропромысловому комплексу. Кратенькие результаты того, что мы успели посмотреть по Гомельской области. Хотя я скажу, что это не только «слава Гомельской области» в кавычках. В мае-июне текущего года из 39 сельхозорганизаций, охваченных мониторингом, проведенным комитетом по области, в 35-90%. Установлены нарушения отраслевых регламентов, заготовка сиренажа в неподготовленной траншеи без применения консервантов и укрытия пленкой с превышением допустимых сроков закладки. 22 – непринятие мер по своевременной подготовке кормо-уборочной техники. 21 – простой кормо-уборочной техники из-за низкой обеспеченности дизельным топливом или кадрами механизаторов. Выники мониторинга сельскохозподарших предприемств, о которых специалисты комитета «Держконтроль» у Гомельской области провели месяц тому, обмерковываются и подчас наведывания организаций Галины. Бодай наибольшезначные порушения выявлены у сельскохозподаршим монетарным предприемствия «Золок Агра», где по документах на фермах недорешилися больше как 1200 живел. Сегодня проверку по этому факту проводят правоохранные органы, которые должны установить соправные масштабы страт и их причины. Вы представляете, какой это ущерб? Это почти миллион рублей ущерба. Миллион рублей ущерба для одного хозяйства. Тем более, вы знаете, это же не то, что 100 голов, которые можно. И то 100 голов для хозяйства много, которые мы сегодня не досчитываемся к отчетности. А тут 1200 голов. Меня эта цифра тоже сомнений вызвала. И я несколько раз переспросил, насколько точно объективна эта цифра. Мы ее проверяем сегодня, эту цифру уточняем. Но она приблизительно вот именно такая. В Акционерном Товаристве Дубрава Агра подчас мониторингу за уваги тыжилися недостатковых темпов ремонту зернеуборочных техники. Але подчас сегодняшнего наведывания предприемства бачено, что все проблемы вырешены. В Акционерном Товаристве кажут, что до таких питаний заусюдай ставится отказно. Урешті размовая дзе об развитии господарки. Если эта речь идет о производстве молока, то да, действительно, мы собираемся, у нас есть старая молочно-товарная ферма за речи. И взамен этой фермы мы собираемся построить новый молочно-товарный комплекс. Подчас наведывания Акционерного Товариства Дубрава Агра старшиня комитета дзержконтролю Леонид Анфимов каже, что гэта сельгаз предприемства уж мачим можно лишить узорным. В оселяким выпадку дисциплина тут заховывается не только на словах. И обіцая, тема наведення парадку новотворчісти у полі зроку контролюрів буде заставатися і надалей. По тем проверкам, які рані прошли, 80% нарушений, якщо вони не требували серйозних капітальних вложений, финансових ресурсів, нарушення були устранені, практично сразу устранені. Но це говорить о тому, що, в принципі, наверное, основа, главной причиню цих нарушень є просто елементарна безхозяйственность і неорганізованность со стороны руководителей. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Ігор Марышенко, Телерадиокомпанія «Гомель», Светлогорський район.